Песня «Только ты» Я написала. Только что вышел альбом «Цунами», но с той поры, когда он вышел, уже появилось несколько песен, которые видели только, слышали только самые близкие мои друзья. Я спросила, как называется фильм «Кармен» Александр Хван, режиссер. Я подумала, что это должна быть очень хорошая работа априори. А сюжет какой? Современный «Кармен»? На тот момент песня «Когда ты умрешь» уже написалась, это было в ноябре. И я почему-то сразу подумала, что она должна лечь в канву и в фильмы, и должна прозвучать там неплохо. Я песню быстро-быстро записала под гитару и передала демо-кассету Александру Хвану. Он позвонил моему менеджеру, и мы договорились о встрече. А мы не были знакомы. Когда мы с ним познакомились, он мне задал один из первых вопросов, был такой. «Диана, вы что, видели мой фильм?» Я говорю, нет, я не видела фильм, просто, ну, мне показалось, что вот так... Он говорит, хорошо, кое-какие кусочки хотите посмотреть? А он уже слышал песню. Я говорю, конечно, хочу. И он мне показал такие, ну, фундаментальные моменты из этого фильма. И, скажу честно, я растрогалась. То есть в какой-то момент я поняла, что вот я снайпер ночной, я снайпер. Я реветь не имею права, несмотря на то, что я женщина. Вот, но меня просто так всколыхнул, взбудоражил этот фильм, что я просто встала и ушла. И через какое-то время просто, ну, вернулась обратно, и мы решили, что... Ну, вообще мы друг другу сразу понравились. И песня легла вот по-снайперски, сразу попала в яблочко. С Гладковым мы не знакомы лично. Но мне кажется даже, что это не так существенно, потому что вообще музыка отвечает на все вопросы. И совершенно справедливо вы сказали о том, что это еще один герой, еще один актер, его музыка. Безусловно, она делает, ну, для меня она делает атмосферу фильма. Если предоставится когда-нибудь случай познакомиться с Гладковым лично, то я буду благодарна судьбе. Если нет, то я могу уже сказать, что мы где-то знакомы. Вот, думая о том, что, возможно, дальше работа именно в этом жанре, в кинематографе, мне бы очень хотелось оградить себя от попадания, случайного попадания в какую-нибудь халтуру. Потому что фильмов выходит очень много, и очень много фильмов меня не устраивает по своему уровню. Фильм «Кармен», я считаю, это очень хороший, страстный, добротный, глубокий фильм. Он мне очень понравился. Лишь поэтому я согласилась на то, чтобы песня была в этом фильме. Просто так в каком-то случайном кино я участвовать не буду никогда.